Курса Первая лекция по классической механике материальной точки будет посвящена основе этой важнейшей для всей физики дисциплине. В основе динамики материальной точки лежит система законов Ньютона. О чем пойдет речь в этой лекции? На первый взгляд может показаться, что законы Ньютона известны еще со школы. Это, конечно, так. Но очень часто, заучивая законы Ньютона и повторяя привычные формулировки, мы не задумываемся над тем, в чем смысл тех слов, которые мы произносим. Наша лекция, посвященная классической динамике, будет использовать множество новых физических терминов и понятий, смысл которых совсем непрост. И именно на это мы обратим основное внимание, говоря о системе законов Ньютона. Каково же содержание лекции, посвященной системе законов Ньютона? Естественно, основное внимание мы будем уделять именно этим трем законам, составляющим фундамент и основу всей классической динамики. Однако формулировка законов Ньютона использует некоторые отнюдь нетривиальные понятия, которые требуют дополнительного определения и разъяснения. Именно этим мы будем заниматься в первом вопросе нашей лекции, где обсудим такие важнейшие физические идеи, как понятие свободного тела, взаимодействия и инерциальной системы отсчета. После этого на базе введенных определений будет очень легко сформулировать первый закон Ньютона, чему будет посвящен второй вопрос нашей лекции. Третий вопрос будет центральным для нашего изложения, поскольку в нем пойдет речь о втором законе Ньютона, представляющем собой классическое уравнение движения точечных тел. То уравнение, которое позволяет решить основную задачу механики, а именно по известному начальному положению и скорости материальной точки рассчитать положение и скорость материальной точки в любой, как последующий, так и предыдущий моменты времени. В рамках формулировки второго закона Ньютона возникнет важнейшее для физики понятие инертной массы. Оно настолько важно, что этому понятию будет посвящен четвертый отдельный вопрос нашей лекции. Ну и, наконец, последний, пятый вопрос нашей лекции будет посвящен третьему закону Ньютона, связывающему между собой силы, возникающие при парных взаимодействиях двух тел. Вот такая программа. Будьте внимательны, настоящая лекция является основой для всей классической механики, которая, в свою очередь, является основой для всей физики, как классической, так и современной. Субтитры создавал DimaTorzok